Девочки, привет! Блин, включаю громкость, а оно отключается. Какой-то бред. Жаристые чебуреки. Саша утром нас достала перед работой, думаю, что с него сделать? А что он думает, ладно, чебуреки пожарю. Так что, на улице погода. Дерьмо. Дождь сегодня, спиной аж стоит. Пиной. И это, походу, надолго. Надолго какая-то неделя. Это вот все ничего. Но вот когда жаришь, вот этот запах и вот эти вот брызги все меня убивают. Так что оно вкусно. Фарш у меня был ингюшинный. Птичка. Я думаю, ладно, слила. Луки побольше насугала. Пускай кушают. Что хочет. Брызгает, зараза. Ну, может, курица быстро готовится. В моем случае, индюк. Дальше. Дальше. Все работаем дальше. Ах ты, ядрит, мадрит, прилип. Короче. Короче. Что хотела сказать. Вот у меня очень много знакомых в России. Очень много. По всем регионам России. И вот звоню, спрашиваю, да, насчет прививки. Что, вы сделали прививку? Вы сделали прививку? Не, мы боимся. Не, мы боимся, короче. Я вот понять не могу, а что бояться-то? Что бояться? Что боитесь? Умереть боитесь? Так, без прививки. Если какой-то шанс есть с прививкой, да, что ты там, даже если заболеешь, что в легкой форме как-то оно пройдет. Это с прививкой. А без прививки, если ты заразишься, ты же тоже не знаешь, да? Вылезешь от этой короны? Или не вылезешь? Тоже же не знаешь? Во-первых. А во-вторых, сейчас вот только разговаривали, да? Сколько вот было всяких вирусов, и Россия придумывала вакцину. Придумывала вакцину, которая по итогу спасала жизни целых стран. Целых стран. То бишь, как не доверять им? Если они уже показывали на примере, там, Африка, там, еще что-то, еще что-то. Придумывали вакцины и спасали целые страны. У нас же мы свою колем, да? Вообще недоверие, блин. Но, тем не менее, надежда какая-то есть, что все-таки пронесет. 65 миллионов привилось у нас. Даже если с этих 65 миллионов есть 1%, хотя его нету, этого 1%, что после вакцины погибают люди, это вообще капля в море. Капля в море. Так надо понимать, что если все страны не привьются, что оно никогда не закончится. Оно же будет все мутировать, мутировать и распространяться дальше и дальше. И уже на моем опыте, сколько людей плакали, плакали, что не верили в эту корону, в это ничего, пока не столкнулись с этим сами. Пока сами не столкнулись, не потеряли близких. Потом они только поверили. А каждый человек, вот это вот русский авось, авось нас пронесет, да? А зачем ждать этот авось, когда можно пойти просто привиться? Сколько информации я тоже прочитала. Нет, а люди включают там ютуб и начинают всякую ахинению верить. Я понимаю, что я тоже могу сейчас, хочешь что свистеть, каждый должен сам принимать за себя решение. Делать эту вакцину, не делать эту вакцину. Я вот сама за себя решила, да? Не, ну просто чисто вот так логически подумать, сколько было всяких и чума, и то, и все, и пятое, и десятое, в которых люди тотально умирали, массово умирали. И потом придумывали прививки, которые сейчас ставятся, с детства, с рождения сейчас ставятся. И без этого уже никак. Никак. Эти девочки такие красивые, чиреки. Я не понимаю, блин. Господи, чуди, блин. За что? За что ты здесь держишься? Пиздец. Ну не знаю я. Испокон веков, блин, медицина спасала от этих всех эпидемий. Медицина. Вообще. Молков боятся в лес не ходить, девочки. Конечно, я никого не заставляю, но просто, если подумать так, чем быстрее все сделают это, тем более с годами, эта вакцина будет все лучше и лучше. Как будто бы, вот, сделала прививку там, то-то случилось. А что, без прививки не случается? Ничего с вами. Без укольчика. Оно же и без прививки что-то все время происходит. Ты же от этого не можешь застрахован быть. И тем не менее, когда что-то произойдет, все равно идем к медикам. К медикам идем. Но это тогда, если ты уже не хочешь никакие прививки себе делать, ничего, это только в тайгу уходить. Там жить, там лечиться с медведями. И все. Просто вот люди, которые... Я-то думала, видишь, по новостям говорят, ой, в России там чуть ли не все привились. Хрен там! Хрен там! Если 10% хотя бы привилось, то это нормально. Даже взять из моих знакомых. Там нету даже 10%. Что боитесь? Вообще не могу понять. Не знаю. Я говорю, блин, с интернета ссылают, мне ссылки присылают. Вот, там одна то сказала, там одна то. Один, блин, там чуть ли, блядь, во мне чипы вкалывают. Ну и что? Ну и пускай вколят тот чип. У тебя что, разум изменится? Или что от этого? Не следить за тобой будут. Ну вот по мне, ну пускай следят. Живи правильно и ничего. Пускай хоть заследятся. Прослушивают, пускай подглядывают, что хочешь. Мне вообще побарабанут. Всякую ересь. Ютуб это помойка. Туда что хочешь можно закинуть, и оно идет. Вот чуть-чуть оденься получше. Повеши себе пейджик, что ты профессор медицинских наук. Наук и вещай. А у нас как привыкли люди? Бля, это профессор. Потому что у него же написано, что он профессор. И верят. Ой, девочки, наверное, будет шумно. Чтобы телефон опять не прослю. Сюда же будет. И все. Один. Не надо далеко уходить. Но. Свои. Вот один сказал, а то он сказал другой родственник. А то он сказал третий родственник. А если тот родственник еще работает на какой-то таком работам значимой. Или по статусу вышел. Как не поверить. Правду говорить. Просто так сделала я. Я прочитала. Столько литературы насчет этих вирусов. Насчет этих вакцин. И все. Посчитала, где больше плюсов, где меньше минусов. То и приняла для себя. И все. Почла и сделала. Друзья все сделали. Родственники все поделали. Без проблем. Во-первых, если тебе суждено умереть рано. И придет там тебе тетенька скосоет. Да ты хоть что делай. Ты хоть что делай. Ты не отмажешься уже от нее. Поэтому заставить, конечно, так как я думать. Я не могу людей. Каждый принимает решение сам за себя. Ну просто. Ну просто. Уже просто надо помочь. С этим вот. Закончилось. Чтоб все. А как-то подмогнуть. Ревит совсем. И нафиг пошла она. Это вирус. Жизни никакой нет. Все. Позакрывали. Нахер. Никуда нельзя. Ничего нельзя. Да, Сережа? Совершенно верно. Вон, тарелочку бери и ешь. Только двери закрывай хорошо, чтобы этот запах не шел. Вон Вовка приехал, поставил. На следующий день говорю, как себя чувствуешь? Нормально? Все. А там, если она какие-то, это через год даст побочные. Да мне, блядь, в какой погоде сырой, без прививки через год даст побочный эффект. На голову уже точно дал. Водпуск хочу. Я тоже. А ты-то что? Я тоже хочу. Я устал. Все устали. Все уже устали. Все. Приехали. Бля, горячая. Какая-то брызганька. А потому что кухню все мыть. Зло не хватает. Хочу, где все включено. Питер накрывается медным тазом, блядь. Вообще. Не знаю. Как его, что его. Боюсь, что она разговаривала. Она говорит, что я не буду делать. Я боюсь, они же не могут меня заставить. Нас всех вам заставили, по сути. Вогнали нас в рамки. Ничего, поставили. Ну, что, привили-то. В 65 миллионов привилось. Дальше идет каждый день все больше и больше. Зато начинается теперь хоть магазины открываться, рестораны открылись. Стой, стой, стой. Полеты начали открывать. Туда, сюда. Начинаешься возвращаться от этой жизни в человеческое, блядь. А то сидел как в клетке. Пусть таким даже и путем. Ну, просто вот взять даже, не знаю. Тем более, в России такие умы. Всегда были из поклон веков. Придумывали, такие, пенициллин, блин. Тоже же придумали. Другие все от хори, там, от всяких болезней придумали. Тоже же медики, люди. Вот почему думаете, что это хуже будет? Все, нам уже с этой химией, что мы едим, пьем, нам уже просто без этой химии не обойтись. Мы всегда будем прививаться. Если хочешь жить, давай, делай. А если с рождения не сайтеки, все прививки, то сколько детских болезней здесь. Таких, которых смертельные. Ой, не знаю, короче, девочки. Решайте сами. Просто я думаю, что медики тоже не просто так на земле, да? У них тоже своя миссия. То есть, что я не думаю, что во всех странах тотально все дураки. Ничего умного придумать не могут. Все равно где-то они доесть умные. Или вот думаю, да, то, что все вот... Вот чебуреки жарю. Вот что, это полезно для здоровья? Тоже же потихонечку, потихонечку такая пища убивает человека. Убивает. Сладкая, жареная, вот эта химия, вот эти вот Макдональдсы, все. Убивает человека потихонечку. Да какая хер разница тогда? От котлеты Макдональдсей или от прививки? Одно мы, значит, употребляем в свой организм, другое боимся. Где логика? Не знаю. Может, я дурочка, не знаю. Просто я говорю, я сделала, сплю спокойно. Все. Вот детям еще. Детей надо как-то вразумить. И то я не заставляю, говорю, они взрослые, они должны сами принимать. Я просто им рассказываю доводы, какие есть, как оно раньше было, как оно сейчас. Ведь оно все засирается, атмосфера все засирается, вселенная уже мстит нам за это. Я им привожу просто примеры то, что они уже должны сами решать за себя. Это ребенка маленького, ты пошел и придил. А взрослым детям сами должны решения принимать. Сережа, давай ты кухню потом помоешь. Кухню потом помоешь. Ага. А он дочке помоется. Всегда вывернется. Взрослым детям. Убирать надо, врачи. Блин, у меня фарш остается. Надо будет какой-то этот супчик сварить с 3-кодельками. Это я, наверное, не подрассчитала. Обычно у меня все сыплится-сыплится. Тесто у нас совсем мягкое. Вроде месила-месила, добавляла-добавляла-месила. Как оно брызгает. Короче, вот такие вот дела, девочки. Всем здоровья, не болейте.